Ребята, всем привет-привет! Сегодня новый отчет по Project Pen. Напомню, это проект, в котором я буду смотреть, как заканчивается косметика. Вы это будете делать вместе со мной. У меня уже огромная коробка пустышек, декоративки накопилась. И в конце года обязательно все будем считать. Поэтому, если вам такое видео интересно, то сначала не забудьте подписаться на мой замечательный телеграм-канал. А потом давайте вместе приступим к просмотру этого видео. Потому что многое будет открытием для меня так же, как и для вас. Я, потому что особо, как всегда, забываю за полтора месяца. Да, по-моему, полтора месяца был последний отчет назад. Сколько у меня чего было, что закончилось. Вот сегодня все сверим, все проверим. И давайте уже приступим. Вначале, друзья, давайте я немножко расскажу про ароматы. Потому что магазин Рандеву мне прислал классные новинки. Ну, что-то здесь новинки, а что-то для меня хотелки. И появилось у меня два новых аромата в 8 мл. Это Сержу Лютен Чируи. Очень советую этот аромат всем на осень. Но имейте в виду, он достаточно яркий, пряный. Чем-то похож на табак и ваниль от Томфорда. Но больше перца, больше специй. Он такой остренький. Очень стойкий, интересный. На холодную осень самое новое. Поэтому я готовлюсь. Далее я посмотрела обзор блогера на этот аромат. Juliet has a gun. All the two dullness. Насколько я помню, там что-то должно было быть про грушу. Но я, возможно, ошибаюсь. Она мне пахнет как ароматы чистоты. Но у Juliet это постоянная история. Они очень любят вот эту свою базу чистоты. На белом хрустящем мускусе. И сверху какие-то фруктики легенькие. Типа груша, может зеленое яблоко. Если честно, мне не очень понравился этот аромат. Хорошо, что у меня всего лишь восьмерочка. Потому что блогер так красиво рассказывает про этот аромат. А я понимаю, не моя история. Я вот эту всю мыльность, порошковость не очень люблю. И здесь ее очень много. С другой стороны, если вы любитель ароматов чистоты, но у вас уже просто надоел обычный порошочек и хочется что-то приправленное фруктами, то вот присмотритесь коду Дунес. Может быть, в таком маленьком аромате. Можно прикупить. Тем более, на рандеву это стоит совсем недорого. Ну и также две новиночки мне захотелось протестировать. Парфюм с Де Марли. Обожаю этот бренд. У них вышел новый аромат Валая. Давайте при вас его освежу в памяти. И знаете, он чем-то похож на Джульет Хезеган. Потому что старт здесь такой красивый, такой свежий, чистый. Какие-то белые цветы, фрукты. Так красиво. Но потом это выветривается и остается опять только мускус. И какая-то йодистость наподобие знаменитого аромата от Куркеджана. Ну такая, совсем небольшая. Мне не понравилось. Проститься, не понравилось. И последний ароматик, который меня интересовал, это парфюм с БТК Парис. Крем де Кюру. Наверное, так это называется. Это очень красивый аромат ванили. Всем любителей ванилик. Недушная ваниль, приправленная чем-то свеженьким. Мне очень понравилось. Вот из всей подборки. Лайк ставлю только Черуи. Но Черуи это вообще такой, знаете, must-have у всех парфлюбителей. Это прям, не знаю, заслуженный фаворит. И парфюм с БТК Парис. Крем де Кюру. Я не знаю в французский, как это произносится. Очень интересный аромат. Также мне положили два отливантика от бренда Анджелин. Мистик Мьюз и Вуди Хайку. Это я еще не попробовала. Если вы хотите тоже какие-то ароматы новые приобрести, пожалуйста, не забудьте, что у меня есть промокод 10НЯ. Он у меня написан в Телеграме, если вы подзабудете. Он у меня написан здесь. Так что используйте. И будет скидочка еще больше. Плюс 10% сверху на все скидки, которые уже проходят на сайте. Ну все. Теперь спустя это отступление давайте приступим к нашему проекту. Первая категория. Праймер. И тут ура! Пустышка. Пустышка, можно сказать, вынужденная, потому что я что-то посмотрела. Опять у меня маловато пустышек. Думаю, надо прям поднажать, налечь на этот праймер. И я так и сделала. Подналегла. И он наконец-то закончился. Конечно, я под конец использования уже приноровилась. Зачем он нужен в моем случае? Потому что увлажняющий праймер гелевый. Он мне не особо как бы интересен. Но если его смешивать с какой-то более плотной тональной основой, например, такой, то получается на коже эффект вот наподобие таких тональных основ. Помните, как у Шанели, у Рози есть, у Инклюнса тоже, где прозрачная база с краящими частицами. Тогда получается такое невесомое покрытие, которое просто выравнивает текстуру на лице. Ну, а если что-то нужно перекрыть, то это мы с вами легко можем сделать консилером. Поэтому ура! Наконец-то пустышка в категории праймеры. Я, наверное, добавлю... У меня осталось только два праймера в коллекции. Вот такой матирующий. Давайте я его добавлю в проект. Здесь не так много осталось. Надо его добить. Поэтому новенький добавляется. По тоналочкам. Тарт я уже, отчитываясь, я до конца все-таки добила. И у меня здесь сейчас находятся вот такие варианты. Так, сейчас и сверюсь. Да, остается Рози и It Cosmetics, CC Plus. Ну, мне кажется, здесь точно неплохой прогресс у Рози. Осталось совсем немного. И It Cosmetics тоже немножечко подсдулся. Но пока, естественно, продолжают они работать. Поэтому просто понаблюдали, как уходит. И двигаемся дальше. Затем консилеры. Консилеры Shiseido у меня и Charlotte Tilbury сейчас в ходу. По Charlotte ничего не могу сказать. Здесь никаких просветов не видно. Но последние пару недель я налегаю активно на Shiseido. Во-первых, он изначально был полупустой. Во-вторых, он у меня уже два месяца в Project. И я вот прям точечно налегла именно на этот вариант. И мне кажется, неплохого достигла результата. Он стал уже полупустой у меня. Вот там видно, что только на донышке осталось. Поэтому я вынула стоппер, как я всегда делаю с консилерами. И буду его уже заканчивать. Думаю, в следующем месяце однозначно вот этот вариант закончится. Пока я его отложу отсюда, чтобы не протек. Так, идем далее. Категория пудра. Пудры у меня идут неплохо. Вы знаете, кожа жирная. Хотя вот по пудре Estee Lauder так сказать сложно. У нее здесь такой сифтер интересный, сеточка. Он все прижимает. Поэтому прогресс вообще наблюдать невозможно. Но я ей пользовалась много раз на протяжении последнего месяца. Потому что она обалденно матирует. И на лето замечательно подходит. Здесь не слишком светлый оттенок. Единственное, вот да, она у меня скрипит. Как потертое седло. Но с этим можно смириться. И, кстати, еще софт-тач. Покрытие для пудры, это, конечно, отвратительное решение. 9 грамм пока живет. Также много пользовалась вот этой пудрой Tessence. Очень ее люблю. У меня есть запаска. Она из лучших матирующих пудр. Вот эта вот 16 часов. У нее есть вариант нанесения в качестве тональной основы. Но я этим не пользуюсь. Я вот чисто матирую. Тоже, мне кажется, месяц-два она уже уйдет. Классная. Есть повтор. Буду еще с удовольствием потом вторым своим вариантом пользоваться. А, ну такое вот единственное. Конечно же, нам тут оговорится, что лучше всего подойдет для жирнокожиков. Если у вас кожа сухая, конечно, не этот, не этот вариант вам не подойдет. Далее идем. Палеточки для лица. Две палетки у меня активно в ходу. Когда была более загорелая, пыталась больше пользоваться слоном. И у меня здесь очень хороший результат в бронзере и в этой пудре. Потому что я вот так смешиваю. И здесь такой прогал, что вот-вот донышко будет проглядывать. Несколько раз еще вот так пользовалась, чисто пудрой. Очень много хайлайтером пользовалась. Мне кажется, здесь уже... Ну да, мне лично заметно. Может быть, и на камеру это видно. Что, вот, например, румяна у меня вот эти яркие самые полные. Здесь уже есть горка. А в этом варианте верхушечку уже подстесаны. Вот. Поэтому пыталась я пользоваться вот этим хайлайтером. Он красивый, но темный. И вот этими румяными пользовалась по большей части. Вот яркими не пользовалась совсем. Да. Так что, ну, пустеет потихонечку палеточка. Но придется ее отложить. Она гипертемная. Я напомню, кстати, светлые румяные я наношу. И она все равно гипертемная. Бронзер гипертемный. Прям сильно мне загара добавляет. Поэтому до загорелых времен вот этот слоник уходит. Не знаю, когда мы поедем в итоге в жаркие страны. Сейчас я раздумываю, ехать ли нам в октябре в Таиланд. Или все-таки попозже. Вот. Поэтому, да, подождется его очереди. Пока мы не уедем, со слоникой я вам больше показывать не буду. Поэтому снова возвращаясь вот к этой палетке. Большую часть месяца я ей не пользовалась. Сейчас только к ней вернулась. Мне кажется, особых прогрессов здесь. Поэтому нет. По большей части я сейчас налегаю на этот бронзер. Тут есть уже ямочка. Вот этот скульптор мне не очень нравится. Румяны мне вообще не нравятся. Тепноватые тоже. Вот бронзер и вот этот хайлайтер. Как-то пытаюсь померемешивать. Иногда, когда есть настроение, также беру вот эту пудру. Smashbox хорошая фирма. Знает, что делают. Поэтому продукты у них классные. Но здесь уже ситуация с бронзером сильно лучше. Наверное, в два раза точно светлее, чем в слоне. Пока мы с вами не виделись. Hourglass уже анонсировал новые палетки. Я пока держусь и не заказывала. Конечно же, на дракона, мой взгляд, падает. Потому что там есть персиковые румяна, которых раньше в бренде не было. Я обожаю персиковые румяна. Поэтому, возможно, потом когда-нибудь прикуплю их. Но пока держусь. Пока других себе румян понапокупала. Дальше идем. Кремовый бронзер. Пользуюсь ему очень много. Здесь большое уже углубление. Но, честно, его хватит точно на год или больше. Поэтому, если вы бы хотели себе какие-то качественные кремовый скульптор или бронзер, то я вам советую вот эту шарлоту только в 0,1 оттенке. Я понимаю, что 0,2 оттенок мало кому подойдет. Он сильно рыжий. Но вот 0,1 оттенок у шарлоты и светлее, и холоднее. Поэтому, мне кажется, это хорошее вложение средств. Я видела, он у Байверов не супер дорого продается. Тысяч где-то за 6. Но хватит ее года на полтора. Потому что вот сколько я пользуюсь. Тут вообще небольшое, совсем мятенько. Каждый день. Просто в каждом макияже. И совсем немножко нужно. Поэтому они нескончаемые. Идем дальше. Румяшки. Одни румяшки у меня кремовые закончились, как вы помните. Это шик были. И я пользуюсь теперь румянами от РАД. Делала небольшой на них упор. Но как? Наверное, не очень хорошо. Я старалась. Потому что шла вот пару миллиметров. Почему-то, не знаю, не было у меня настроения на настолько полупрозрачные румяна. Хотелось чего-то более такого яркого. В последнем периоде каких-то более ярких щек. Поэтому тут целую кучу уже других румяшек настало. И мне думаю, может быть, вот этого на ум его добавить. Он тоже бледненький. Но все же более пигментированный, чем РАД. Вот. И еще у меня есть второй претендент. Это вот такая Анастасия Soft Rose. Не очень много здесь румян. Но их нужно совсем капельку. Вот они наподобие бронзера от Шарлотты. Оттенок очень красивый и интересный. Такой. Пишите, чтобы вам хотелось увидеть. Возможно, в следующем. А что в следующем? Давайте в этот раз добавим. Давайте оба добавлю. Не получится, не получится. Сегодня же сделаю замеры. На умове примерно вот столечко у нас находится продукта. И Анастасию я вам уже показала. Смотрю, какой лак у меня ужасно уже облупленный. Хотя маникюр делала два дня назад. Купила лак другого бренда. Покажу вам скоро, какого в покупках. И чтобы вы его тоже не покупали. Ни в коем случае он и наносился отвратительно. И абсолютно не держится. Такой кошмар. Далее идем по нашей теме. Хайлайтер Пэт Макград. Почему-то не пользовался им совсем. По большей части пользовался хайлайтером из слона. Поэтому здесь никакого видимого успеха мы с вами не увидим. Вот. Затем идут у нас брови. По бровям у меня закончилось все. Наконец-то вот этот карандаш от Бьюти Бомб, который мы наблюдали буквально два года почти с прошлого лета с лишним. Он закончился. Все. Здесь осталась совсем крошечка. Ей уже неудобно пользоваться. Поэтому я убираю в пустышки. На замену беру карандаш Ник Мале. У меня их два осталось. Наверное, я возьму оба. Ник Мале в дереве. Здесь достаточно много. Вот. И... Ну, как он хорош карандаш. Мне нравится. И второй Ник Мале. Вот как я купила все летом для обзора. Все. Я им так и пользовалась. Здесь уже совсем чуть-чуть осталось изначально. Но грифель был, наверное, раза в три больше. И вот здесь вот такая маленькая крошечка осталась. Но при моем использовании на месяц, наверное, хватит. Поэтому тоже добавляю в проект. Пусть будет. Пусть будет. Так. Откладываем. Гель для бровей у меня теперь Пуси прозрачный. Здесь особого прогресса нет. Не знаю, как-то мало им пользовалось. И Шик. Он вообще бесконечный. Мне кажется, его на 10 лет хватит. Это при том, что мне нужно много на моей брови. Полупрозрачный. Но он какой-то бесконечный. Здесь не знаю. Притом количество, сколько он убирается на брови, примерно на 10 лет припасено. Но он очень классный. Я получаю удовольствие от использования. Поэтому не переживаю. Пусть так и будет. Следующая категория. Жидкие тени. Я здесь очень активно пользовалась жидкими тенями от Luxe Visage. Вот целый сантиметр ушел. Очень много использовала в качестве подложки. Правда, очень хорошие тени. Качество люксовое. Упаковка даже не ободралась. Вот удивительно, да? Бывает, что Коби что-то бюджетное, с классным качеством. Но там очень расстраивает упаковку. У меня также все вместе стоит. Ничего не обдирается. Оттенок Soft Brown 109. Видела его как скульптор некоторые девочки используют. Но я вот как подложка под тени в некоторых макияжах. Ну а в некоторых продолжаю пользоваться базой Nars. Она бесконечная, поэтому тоже пока в ходу. Надеюсь, она хотя бы не такая бесконечная, как база под тени от Urban Decay. Тот вариант вообще лет на пять. По тушам. Туши закончились у меня буквально на 90%. Вот эта панорама, господи, какая классная тушь. Ребята, советую просто всем, кто любит объемные пушистые ресницы. Вам точно зайдет и понравится. Я долго ей уже пользуюсь. И вот она сейчас уже практически закончилась. Причем так интересно. Обычно туши, когда заканчиваются, они либо не красят, либо начинают осыпаться. Здесь немного другой вариант. Она просто под конец как будто загустела. И теперь даже с одного взмаха ресницы превращаются в такие паучьи лапки. Раньше такого с ней не было. То есть густовато. И вот много на каждую ресницу налепляется. Я ей еще, наверное, чуть-чуть попользуюсь. Недельки-две. Потому что пока все-таки жалко мне ее пустышки. И потом уже в следующем месяце точно уйдет. Ну и Шоссе. Это тоже старенькая моя тушь. Она тоже почти закончилась. Уже вот как раз-таки суховато. Немножко осыпается. Тоже чуть-чуть буквально осталось. И тоже от нее мы избавляемся. Надо уже что-то новенькое из моей коробочки с хранением найти. С тушей. Но тут как бы есть чем поживиться. Очень хорошая тушь Clorans у меня на подходе. Можно даже сюда выложить. Тушь от Rife я открыла. Но если честно, она мне вообще не нравится. Хотя я видела хорошие отзывы на вот эту Buildable Volume Mascara. На моих ресницах она не делает ничего. Просто нормальные обычные ресницы. А я-то люблю опахало. Ой, еще и набирается вот так. Ну не знаю. Короче, Rife не очень мне хочется. Но может быть я возьму также в использовании ее. Какое-то время попытаюсь с ним подружиться. Не выйдет так, не выйдет. Еще у меня по срокам подходит тушь Lash Paradise от L'Oreal до 25-го года. Надо успеть. И по-моему по срокам подходит вот это. А где написано сроки? Наверное, это было на внешней боковке. Рат у меня сейчас другая в ходу. Еще тушь, которую я вам не показываю. Интересно, они одинаковые. Давайте даже сравним. Здесь вот такая золотая щеточка. А в ходу у меня винная тушь от Rata. Она мне очень нравится. Нет, здесь другая щеточка и текстура пожиже. Но будем надеяться, что черная тоже хорошая. Точно тогда Clorans добавляю. Под вопросом еще две туши Rai и наверное вот от L'Oreal. Далее подводочка была у меня от Sivana Colors тайской. Вот она. Ура! Закончился наконец. Я думала, она это вообще никогда не сделает. Но все. Теперь стало... Ну она что-то пишет, но очень плохо. В общем ей стало невозможно рисовать стрелочки. И ура! Мы это сделали. Она закончилась. Вместо нее я уже взяла другую черную подводку. Это Acrobat от Vivienne Sabo. Очень хорошая, классная, с тонкой кисточкой. Всем советую в качестве подводок. Ну, теперь я ее беру. Надеюсь, до конца года ее хватит. Но если нет, ничего страшного. У меня еще Scorpion от Stellar в запасах лежит. Это с черненьких подводок. Ну и также остается у меня коричневая подводка Kate. Но что-то у меня к ней рука не особо лежит. Какая-то полупрозрачная. До конца года тоже полежит у меня в Project. И если не закончится, я просто выкину. Вот. Благо есть у меня и другие, более достойные варианты. Следующая у нас категория. Категория это карандаши для глаз. Хочу похвастаться, что мне проектом. Я потратила вот такой карандашик темно-коричневый от Urban Decay. Кто в прошлом году следил за моим проектом, те его помнят. Вот я его недавно нашла. Думаю, надо все-таки добить этот карандашик. Но мы за ним не следили. Просто захотелось. Это было отступлением. И теперь давайте возьмем тетрадку. И посмотрим. Я сама уже, конечно же, не помню. По-моему, я вот эти розовые делала отметки. Но с тех пор еще время не прошло, потому что я видео не снимала. Провок уменьшается. Медленно, но верно. Artvisage 48. Не особо им пользовался. В начале месяца еще пользовался. Под конец последней недели что-то уже подзабыла. Это делать. Хотя цвет, конечно, красивый. Была бы еще внешняя упаковка. Вообще цены бы ему не было. Далее идем. Пупа 13. Что-то он мне надоел. Ребята, я его вообще убрала. После последней косметички, кто ее смотрел, я ее убрала уже. Из своего использования. Но вот видим, что уменьшился. От вино начальника все было месяца. Красивенный карандаш просто надоел. Далее идем. Chic Universe. Фиолетовый. Красивый. Мочь мне идет. Уменьшается. Далее. Романова мне попалась. Amber Dust. Вот у этого карандаша, кстати, самые большие надежды на следующий месяц, что он закончится. Потому что теперь я добила вот этот от Urban Decay коричневый. И мне нужен другой темно-коричневый карандаш. Потому что для меня это самый популярный такой цвет. Зелененьким я пользовалась, ребята, Джунки. Так, сейчас я его подвоткну назад. Какой же у меня был недавно карандаш? Были у меня макияжи. А чем же я их делала? По-моему, Клеоны новое делала макияж. И как раз таки вот этот зеленый карандаш очень пригодился. Делала с ним несколько макияжей. Ну и что мы еще не посмотрели? А, бьюти-бомб зеленый. Что-то он мне надоел. Я вообще его убрала. Убрала. И пока мы про него забудем на какое-то время. Потому что, ну, во-первых, у меня как-то не хочется им пользоваться. Это раз. Вот странно почему. Сама не знаю, но факт. Не хочется пользоваться. Ну и теперь я на следующий месяц себе отложила в тестирование 4 новых карандаша от бренда E-Rive. И тут тоже есть зеленая версия. Буду ей по большей части пользоваться. Так, ну вот такие успехи. Один карандашик закончился, но не в проекте. Верим, надеемся и ждем, что как минимум Романова закончится в следующем. По идее, вот если наличь на вот этот баклажан, то тоже шансы неплохие. Один такой баклажановый я уже в свое время заканчивала. Ну и помадушки погнали. Givenchy 117. Очень много пользовалась. Очень люблю. К сожалению, в последнем месяце его брат-близнец в 110 оттенке попортил мне свои все планы. Потому что я больше пользовалась тем нюдовым оттенком, чем этим. Поэтому пока не закончился. Все, что мы можем сказать. Здесь просветы по-прежнему есть. Но уровень конкретно не видно. Dior Lip Maximizer тоже несколько раз используем. Отметила даже, видите, отметку. Был вот чуть больше. Миллиметрик ушел. Конечно, в этом году он не закончится. Но пока у меня в проекте остается. Романт забыла принести. Представляете, фиг-фиг. Очень на него налегало. Он непрозрачный. Пока не закончился. Там ничего не видно. И последнее Gucci. В августе мало им пользовалась. Вот сейчас взяла. В осеннее использование. Цвет тому, что очень синий, красивый. Пока, опять-таки, ничего не видно. Видно еще не совсем поиспользовала. С таким же розовым оттенком. Я помню, в прошлом году, когда целый месяц тут только им использовала. Мне удалось. Ну, за месяц где-то треть у меня ушла. Вот. Такие истории. Далее идем по помадкам. Так, показываю романт, который не закончился. Давайте посвочу его. Тут даже, видите, даже на свочке не видно, что здесь дело движется к концу. Вроде бы упаковочка более легенькая стала. Ну, и все на этом. Так, не то взяла помаду от Gucci. Давайте ее и посмотрим. Татьяна Queen Christina. Так красиво на лето, на загар он не смотрится. А ту, которую надо, в Appendit Well я не взяла. Ну, ладно. Она в любом случае никуда не закончилась. Давайте посмотрим лучше помаду, в которой есть шанс, что здесь что-то хорошее произойдет. Это Charlotte Tilbury. С ней даже в Telegram выкладывала макияжи. Кто-то опытный глаз, может быть, заметил. Осталась совсем просто капелька относительно того, сколько было в прошлом году. Вот такой здоровенный стик. Весь осталась совсем маленькая капелька. И, ну, ушло миллиметр-полтора. Мне кажется, очень хороший результат. К концу года точно уйдет. Вот что не скажешь про Pink Honey Art Clinic. Нормальная помадка такая. Ой, универсальная. Но здесь слишком огромный стик тоже. Было за один год не закончить. Вот столько у меня осталось. Было, наверное, сантиметр точно больше. Давайте вместе посмотрим. Так. Ой, как я хорошо ее уж убрала. Даже сама не знала. Вместе вот смотрим вместе с вами. Так, вот, другой ракурс. Миллиметр два. Но я, правда, старалась. В любой непонятной ситуации все время использую либо Шарлотту, либо Клиник. И карандашшики для губ. Закончился уже Ник Малеп Пэт Манград. Осталось карандаши Шик Верона. Вот она, Верона. Пользуюсь. Ну, уж больно много было хороших карандашей в последнем месяце. Вообще, какой-то бум идет на карандаши для губ, что, конечно же, такими старинками пользоваться не получается. Многое тестирую. Вен Сабо 0,7 тоже сейчас подналегла. Миллиметра аж три ушло. В моем случае это неплохо. Здесь очень красивый оттенок. Вот, кстати, присмотритесь. 0,7 это прям мастхев. И очень люблю вот этот карандашик от Фаберлик. Неожиданно. 40 930. Он, во-первых, классный, что он выкручивается. Во-вторых, здесь оттенок такой модненький. Бежево-розово-нюдовый оттенок. Тоже сейчас его, стараясь в любой непонятной ситуации, использовать. И он, наконец-таки... Так, сейчас приложу. Вот, он у меня пошел. Относительно того, сколько было в прошлом месяце. Вот. Классный. Может быть, когда-нибудь повторю заказ на сайте Фаберлик. Вот. Пока, пока что дело до этого не дошло. Слишком много. Даже покажу, какая у меня. Как разрастать коллекция карандашей для губ. Когда-то у меня вообще особо здесь ничего не было. Был один только красный карандаш. Вот этот мой самый древний. Ему, наверное, лет 7. Ну, так как я один раз в год делаю красные губы. Он мне тут так и лежит. Какой-то у меня был один темно-вишневый карандаш. И все. Нюдовый у меня практически не пользовался. Вот сейчас поняла, в чем вкус. Соль. Ну, плюс сейчас это модно. Да, такой амбре эффект на губах. Поэтому много у меня вариантов. Даже вот. Видно уже претендентов на следующий год. Который можно будет доиспользовать. Много классных вариантов появляется. И возможно удержаться. Ну, а на этом на сегодня все. Еще вот такие. Пусть три пустышки, но они есть. Четвертая это бонусная. Надеемся, что в следующем месяце будет еще добавление в семейство пустышек. Пополнение в коробочку. Ну, а на этом на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Смотрели мое видео. Не забывайте подписываться на мои социальные сети. А я с вами прощаюсь. Всем пока!